Молвер, дюд! Принести музыку какую-то. Типа, ты же делаешь музыку, запиши мне какую-нибудь музыку. Что там сейчас слушают, говорит. Я, 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 я современное не делаю и не слушаю, поэтому я вряд ли смогу помочь. Но потом, как так всё получилось, что, короче, у папы на работе дочка отдала CD-проигрыватель нам, старый свой, что уже само по себе как бы, вау, я наконец-то смогу слушать все альбомы, которые я покупаю на дисках. То есть у меня до этого не было возможности даже диски воспроизводить. Ну, в компьютере, только дисководную это же не считается. И тут заодно были, вместе с плеером, было ещё куча дисков, как раз сборников. Старые какие-то аудиодиски, такие там даже, ну, ну, ценностей там было мало, скажем так. И там целый такой мешок. И как раз я отнёс его ему, и там сложно. Мы пока шли, то папа всё время говорил, что, типа, ты не рассчитывай, там, мы особо денег не срубимся. То я вообще, ну, мне, я с этого не хотел зарабатывать ничего, просто хотел отнести куда-то ему. И оно у нас неделю лежало, потому что не получилось в сот раз отнести. И уже хотелось просто избавиться от него. Но в то же время, часть меня хотела, чтобы... Ну, там просто много было дисков, хоть они не особо ценные. Там фильмы всякие старые такие, в основном 2005 года. Некоторые сборники всякие. Ну, то есть, просто кто-то избавлялся от своей коллекции, как бы. Но мне, как бы, так втайне хотелось, чтобы немного денег всё-таки появилось. Потому что я всё-таки мечтаю уже диск с Jurassic World Fallen Kingdom купить. Потому что у нас всё-таки выпускают 15-го числа, это через два дня. Короче, вот сейчас суббота, а это будет в понедельник. И через полчаса, это послезавтра. Здесь, наконец-то, тоже выпускают Blu-ray диск с Jurassic World. И я всё-таки хочу его купить. И там... Причина, почему я всё-таки хочу его купить, это потому что они за основу взяли Target Exclusive версию, короче. В которой бонус DVD с дополнительными материалами и арт-книжка, в общем. Это самая лучшая версия. Они её просто перевели, и это будет идеально. Это как раз то, что я хотел. Иначе с Target придётся заказывать как-то. Я не представляю как, в общем. И я, как бы, так втайне надеялся, что мне получится их продать, в общем, ему. То есть, я туда шёл в этот раз не за картриджами. Но, тем не менее, так всё получилось, что он такой, типа... Так, я ему начал говорить, ну, это не наши диски. Я даже не знаю, что на них, мы их не записывали. Он говорит, так, ты вот хочешь, чтобы я у тебя их купил. Вот, допустим, говорит, я тебе предлагаю 100 гривен за них. Я говорю, эээ, ну, 100, не знаю. И папа такой вмешивается, типа... Ну, он хотел 300 вообще-то, или картриджами можем взять. И он такой, о, картриджами. И, типа, говорит, ну, папа говорит, можно на 2 картриджа поменять. Он говорит, да давай на 3, давай на 5, и ещё в подарок ещё один дам. И я такой, эээ, ну, ладно. Ну, я, на самом деле, ну, реально не хотел денег у него пройти. Плюс он предупредил, что у него сегодня пока он ничего не продал, то есть у него лишние деньги, как бы, не хотел тратить. Ну, таким образом, вот, я ему отдал диски ненужные, которые нам кто-то отдал, чтобы мы бы их всё равно выкинули, как бы. А так он, может, продаст, я надеюсь, что они ему приходятся тоже. И за это, как бы, он говорит, выбирай любые 5 картриджей из коробки. Ну, правда, блин, у них тоже сложно. Я хотел по-быстрому рассказать и сразу проверять, потому что я некоторые не знаю, что там за игры. Напарница его рядом же сидит, получается, и вот у неё лучший выбор. У неё там все новые сборники, там, на которых там то, что в тот раз, получается, я вот накупил, оно пригодилось. Мы там потом в досаду пошли, ещё играли, в общем, оно, ну, стоило того, как бы. О, цепка, цепка! Да, цепка, чёрт, и финишил. Класс! Автоматически это стоило этого. Но у них, как бы, независимы друг от друга линии. Я даже так ненавязчиво спросил, типа, а у тебя вот это ж не совсем, он говорит, не-не-не, эти за деньги. Я такой, ну, можно и за деньги, типа, нет, у вас ничего нового. Ну, у них нету нового, я в тот раз же всё перерыл, я, в принципе, ну, помню ещё, что там у них. Это две недели назад было, то есть, ну, особо ничего такого, ради чего стоило бы, там, тратиться не было, поэтому я даже не заглядывал во вторую, как бы. Там целая такая, надо было снимать, вообще-то, чтобы было понятнее, потому что я не объясню, но там, как такой, ящики под ним, такой, целый ряд, около двухсот игр, в общем. А в этот раз такая была коробка небольшая, и в ней я отобрал, по сути, две, которые более-менее мне нужны, но которые я бы сам бы не покупал. То есть, фактически, я даром эти игры получил. В общем, первое, что я взял, это Goof is Hysterical History Tour. Ещё я сейчас вспомнил, что Goof Troop ещё есть такая игра с ним, но это на SNES. Она как головоломка, она, кстати, прикольная, наверное. А это, это такой платформер, который я играл буквально минуты две, и даже недавно ещё раз включил, такой, типа, чтобы узнать, нужен ли он мне, когда увидел его где-то на OLX. И поиграл, прошёлся пару метров и понял, что, ну, он мне не очень нравится, как игра. Но досад что-то говорит, что, ну, она для него сентиментально значима. Он говорит, что она у него была в детстве, и он помнит, что там вот этот звук Ахёхл или что-то такое. Я вообще в мультиках, если что, не шарю, кстати. Вот эти всякие ностальгия-критики любят про мультики, про всякие там Looney Tunes, про Disney говорить. Я вообще не, ну, я не знаю, конечно, понимаю, что это такая артформа и всё такое, но для меня это, у меня нету каких-то любимых там, или... Короче, я не фанат такого стиля. И игры мультяшные редко когда какие... Я на самом деле повторяю фрагмент из того выпуска, который я сейчас монтирую. Поэтому лучше остановиться сейчас. Потом ещё вот это, которое я тут, ну, много раз пропускал, как бы, Soldiers of Fortune. Они, правда, на русском тут. Русская версия. Это те, которые... Как-то оно ещё называется? Хаос, короче. А, у меня оно есть, кстати. Я уже один раз купил с ней картриджи, он не запустился. Хаос Энджин. Хеос Энджин. Вот эта игра, где вид сверху, где стреляешь. Я, опять же, я вижу, что она прикольная, как бы, ну, там, графика и всё такое, но она не воспринимается сеговской игрой. И я понял, почему это. Потому что она изначально на Амигу делалась. И поэтому, ну, не знаю, как портировано просто на неё. Из-за этого ей как не место на сеге, поэтому я её не воспринимал как что-то, что я ищу. В общем, вот это две вот, в общем, которые я захотел взять изначально сразу. А потом... Вот это смешно мне самому, потому что, получается, я увидел сборник, который я раньше бы никогда, ни за что в жизни бы такого, ну, как бы, добровольно себе не купил. Это просто сборник со всеми спортивными играми. What? Тут мир сошёл с ума. А всё потому, что когда я к Досату ходил один раз, они просто... Он сейчас переехал, и компьютера у него нету, поэтому они просто сидели, нудились. Они просто сидели, смотрели по DVD «Смертельное оружие» на сборнике, который тоже он где-то то ли у меня взял. Ну, короче, им было не весело. Я такой, так у меня же Sega есть. И они такие, о! И, короче, я принёс сначала свою старую, подключили, но там джойстик не работал. Поэтому пришлось взять мою, ну, полноценную, классную, короче. И, ну, это уже лучше, там, легче было её, там, дальше провод достал. В общем, подключили, и просто за ночь переиграли во все игры. И это была реально крутая ночь. Как бы я фрагменты записывал оттуда, как такие кадры, но всё не записал. Но там очень круто было, потому что у всех же свои любимые игры. И все шарят. То есть так вот сегодня вот как-то, ну, в тот раз, в тот день звёзды сошлись, что там собрались все, кто любят игры эти все. И поэтому это было так идеально. Я рекомендую залазить в трубу, братан, ещё раз. Сути, советики, дружище. Ошибка новичка. Не пошёл в трубу. До свидания! У меня такие герои. Шо? Но самое, что для меня, ну, то, что я для себя открыл. На вот этом сборнике же, в прошлый раз купил, там хоккей был. Я его даже не запустил, когда проверял в прошлом выпуске. Но они когда узнали, типа, о, хоккей, включай, и включили, и я такой, в смысле, реально, вы в такое будете играть? И они в него играли, не знаю, минут, ну, не сорок, но достаточно долго. И потом ещё попросили, чтобы я футбол принёс. Мы там ещё три или четыре футбола, которые я сам даже не допускал ни разу у себя. Они шарят, как это всё, там вот эти пасы, там всякие голы. Я вообще не разбираюсь. Как ты это сделал? Ты шо, гол за ним? Да. Как ты? Сэй ударил. Не, ну как ты добил его? Так технично. Но мне настолько было круто видеть их реакцию на это всё, как бы, и я даже чуть-чуть начал разбираться в этом всём. Ну и плюс оно такое, там, некоторые игры сами по себе смешные тем, как они сделаны неправильно, и как там, ну, вообще не то происходит, что они пытаются сделать, и поэтому смешно было наблюдать за этим всем. И там некоторые настолько примитивные были. Одна 89-го года, другая 92-го, одна 96-го, уже почти как PlayStation-овские, короче. И поэтому я как бы увидел, что тут, в принципе, все спортивные игры, которых у меня нету, то есть это я, по сути, не себе купил. Это вот на случай, когда Alien и MC снова к досаду придут, это для них спешл выпуск. Тут, значит, какой-то NHL All-Star Hockey. Это, похоже, тот, который мы играли. Ну, сейчас, может, проверю, посмотрю. Потом NBA Basketball. О, так это прикольно, вау, это же NBA Jam. Про него же этот, вот этот, Нэйки Джейки все время рассказывают, что на Сеге. Но это, по-моему, не Jam, это какой-то еще. Потом Super Kick Off. Я даже не знаю, футбол это или баскетбол. Потом на одном даже не хватает тут, ну, оборвано, не видно название. Потом спидбол. Вот про спидбол я, кстати, слышал. Я это название где-то видел. Полное название там какое-то сложное. Там что-то, т-т-т-т-т, All-Star, там какое-то имя, и потом спидбол. Потом волейбол, который, кстати, прикольный. У меня на сборнике на одном был волейбол, и он, ну, это хоть что-то, что я более-менее понимаю. Оно как Понг, по сути. Наверное, да, теннис, это шпонг и есть вроде. Бокс какой-то. И снукер. Вот, кстати, снукер это единственная игра, которая даже мне интересна здесь, потому что бильярд. Я очень, как бы, это у нас, это святое. Мы с Павой постоянно играем. Minnesota Fats Pool Legend Challenge. Pool Challenge или Legend. Legend, наверное, да. И Side Pocket недавно у меня появился, как бы, это... Ну, он мне не так сильно понравился. И потом я видел снукер, это, по-моему, один из немногих еще сеговских. На сейхе, по-моему, еще два есть бильярда. Championship Pool и как-то там еще что-то там Nine Ball или как-то, ну, такое название такое. Или вот снукер как раз. Это вот, по-моему, такой от Псигнозиса, такой, как амижный тоже, где-то такие надписи с разными цветами. Вот сейчас включу и проверю, потому что мне самому интересно, оно ли тут. Хотя тут написано 8 в одном, а нарисовано 3. 3. А, да, 8, окей, все. Филолог просто, знаешь. У меня, если больше трех, то это уже много. Так что вот это удивительно, что я, получается, взял еще игру в спортивный сборник вообще. Причем там еще у него есть Minnesota Fats Pool Legend как раз диск... Ну, не диск, картридж, блин. Кассета. С классным, с классной коробкой. То есть на моем нарисовано такое, что-то. Вот, вот это мой, короче. То есть, ну, явно не оригинальное название. Ну, обложка явно не такая, как она должна быть. А на том просто как первый вот этот заставочный кадр из игры. Или даже, нет, там из коробки кадр. То есть, ну, там где сам Миннесота вот так вот над столом стоит и надпись. Но она, правда, немного так растянутая, коробка старая. Мне даже сейчас не захотелось брать. Просто сейчас он же, как бы, сказал, что выбирай пять любых. Ну, как бы, да, такое reasonable число, как бы. И мне не хотелось, как бы, наглеть и брать больше. Тем не менее, я взял шесть. Но я сейчас объясню, как. И поэтому вместо Миннесоты я взял... Что более постыдное, сборник спортивных игр или Барби? Ну, как бы, куда ещё... Мне, да, признаю, немного стыдно, конечно. Но здесь, по-моему, не она, к сожалению. При том, что в этот раз я купил именно ради этой игры эту игру. Но тут не оно. Тут, по-моему, как раз какой-то футбол непонятный или ещё какой-то. Я один раз проверял у него или нет. Я это, по-моему, не проверил. Но... По-моему, тут даже Ариэль или что-то такое. По-крайней мере... Ну, я надеюсь, что тут оригинальная... Ну, в смысле, Барби. Потому что это классная игра. Мало того, что тут классная обложка. Мне нравится, как они скомпоновали, короче, разных этих... Оно... Что? Что тут такого? Мало того, что обложка хорошая, но сама игра при этом нормальная. То есть там мини-игр, например, где надо ехать, уклоняться от препятствий на коньках. Ой, на роли. То, что он с колёсами. Потом там с машинами что-то. Потом... Я не помню. Ну, я ж мало в неё играл. Но я видел, у Джон Трона был обзор ещё на это всё. И как бы необычное такое. То есть на Сеге подобных игр не так уже много. И как бы... Я не знаю, что тут такого. Ну, в смысле, я так объясняю, как будто оправдываюсь. Но мне интересно увидеть, что там можно делать. Там, по-моему, тоже как квест. То есть там есть типа дом, и можно выбирать разные уровни. И ходить по нему, как в Point and Click адвенчурах. И разные есть режимы. Ну, короче, интересно, если это будет оно. Я надеюсь, что это оно. А потом там было две, которые не подписаны. И я говорю... Я даже не собрался их брать. Я такой просто... А что тут? А он говорит, типа, бери, если что-то не подойдёт, то вернёшь. А я такой, так как может... И они начали подключать приставку. Но, думаю, это сильно долго. Ну, как бы не захотелось уже напрягать их. И плюс у них... Что меня насмешило сегодня. У них просто подключено PlayStation. То ли первый, по-моему, или второй. По-моему, первый. И на нём Crash Bandicoot работает. И не просто работает, они играют в него. Просто надо понимать. Там это не моего возраста люди. А, ну, продавцу Сидоровичу. Ему лет уже под 60, я думаю. А напарница его, ну так, от 40 до 50 может. Нет, не до 40, мне кажется. Ну, по крайней мере... Очень странно видеть людей, как бы того поколения, играющих в Crash Bandicoot. И плюс, когда я проверял в тот раз сборники, там, Gunstown Heroes запускал, ещё всякие. Они такие, типа, о, а что тут надо делать? И тоже, ну, то есть, как шарят в играх. Это так странно вообще. И поэтому я, короче, не хотел, чтобы они прерывали игру по этому. Не стал проверять. Поэтому я взял проверить, что тут. Но я, по-моему, в тот раз их подключал у них же. И там было что-то, что я сразу выключил. И, короче, я забыл, что тут, и надо проверить мне сегодня. Поэтому я это всё записываю. Я хотел по-быстрому рассказать, как это всё произошло. Короче говоря, я вот эти все 6 картриджей фактически бесплатно получил. Потому что нам просто отдали ненужные диски. Мы их отнесли этому торговцу. И он нам взамен дал 6 картриджей. Конечно, я же говорю, я бы предпочёл у его напарницы повыбирать картриджи. Потому что там и Beyond Oasis было. Ещё пара игр таких, которые вот... Именно вот я бы... Там Top Gear 2 у неё есть на отдельном картридже. И ещё пара игр таких, которые вот именно качественные. И на сборниках там очень классные игры. Именно такие, что нигде их больше не найти. Хоть и на русском, как бы. Но там выбор гораздо лучше, в общем. Из этой коробки это всё самое ценное. Там ещё был Aero 2. Но он на русском у меня уже есть, как бы. И там коробка не очень хорошая. Beyond Oasis был. Ещё пара игр таких, которые многие повторяются. Многие такие, что вообще, ну, спортивные. Короче, теперь в этой коробке мало что осталось. В общем, я отобрал это самое ценное. Сейчас попроверяю в основном вот эти, которые не работают. Остальное я не знаю. Может мне ещё... Хотя нет, в принципе, я по-быстрому сейчас проверю. Просто я впервые, кажется, вообще... Так получилось, что я в этот же день, когда картриджи пришли, записываю. Обычно приходится ждать там, когда, ну, получится, когда время будет. А сейчас вот я только приехал оттуда, реально. Ну, так поездка сама тоже так тяжело. Там просто такой район весь такой, энергетический, разные такие, конфликтирующие. И сегодня так солнечно странно. И, ну, оно прикольно по-своему, в общем, да. Можно переходить к следующему сегменту проверка. Итак. Тут вроде сейчас настроил всё на этом. На Сонике проверил яркости. Должно быть как раз. Начну, не знаю даже. Надо Soldiers of Fortune проверить. Потому что я не совсем даже уверен, что тут может быть он. Я, по-моему, проверял у них. И там было что-то не так с ним. Либо он на русском, и это уже достаточно, чтобы не быть достаточно ценным. Так. Lumos. Если вначале вот эта надпись, значит, работает. Как говорится, не выдумывай. О, или она не работает. Кстати, по-моему, неужели именно эта игра не там, не там не работает. Было бы вообще странно. Нужно будет на пиратке ещё проверить. На плохой приставке. Хотя, по-моему, у меня ещё такого не было, чтобы что-то, что не работает на оригинальной, не работало бы на... Ой, наоборот. Ну, как правило, на оригинальной лучше всё работает, чем на той моей второй приставке. Вау. Хорошее начало. Первая же игра не работает. Вот это больше... Да, опять же. Дарённому коню что-то там зубы. Ну, кстати, удивительно, что она при этом в приставку помещается. Так, ладно. Следующая. Next. Я вспомнил, что вообще-то она и раньше не работала. Теперь, пожалуй, проверю вот эти две, которые... Я не знаю, что на них, которые совсем не подписанные, в общем. Она напал, переключилась. Будет включить. О! Что бы это ни было, оно работает. О! О! Это Халк! Подожди. Не-не-не. Не может быть. Это же офигенная игра. Проб. Да, это, ну, как бы, это должен быть Халк. Потому что, ну, бывает так, что на логотипах пишут других персонажей. Вау! Я просто недавно играл в него. Да! Воу! Я его нигде не видел просто. И я хотел в него, ну, поиграть на приставке. И недавно его именно, ну, запускал на эмуляторе, чтобы убедиться, что он прикольный. Как так. А ну, на НТС-Ц. Так, это Бэшка. Ааа! О! Вау! Но! Блин, да это офигенно! Так, НТС-Ц. Ой. Вуу! О, да, так лучше. По крайней мере, видео лучше отображают. Найс! Так. You're dead meat. Они правда сильные слишком. Так, а С-шка А. С-шка не работает. Тут только А и прыжок гигантский есть. Вообще-то... Оу! Ого! А, С-шка подбирает предметы. Ааа... Этот ящик можно... Разбить? Странно, он выглядит, как будто с ним можно что-то делать. Ааа. Хостя на крышу запрыгнул. Ооо! Аж выкинул. А, это стена. Ого, окей. Прикольная игра, я не знаю, блин, я так рад, что тут что-то, чего я не ожидал и что я хотел найти и... Вау! Вот эта игра лучше, чем даже, чем те, которые я, ну, взял еще, которые там были, которые я знал, что-то. Найс! Ооо, напоминает Человека-паука, тем, что тоже в угол можно загонять персонажа... О, а тут нельзя краситься вот так. А, нет, это... Тут, короче, можно с человека превращаться и тогда... Надо даже по всяким трубам краситься такое. Как два режима игры. Тут, по-моему, надо что-то использовать. Какое-то... Какую-то тактику. Кстати, блин, Avengers Infinity War. Там Халк был, но он тупо вот всю... Весь фильм не мог превратиться в Халка. Это так не смешно, это так раздражающе. Я так не доволен этим вообще выбором, решением. В чем тут прикол? Кому это понравилось? Поднимите руку. Ну и... И не понять мне вас. Окей. О, я был тут, да. Я помню это место сейчас. Блин, классная игра. Я говорю, рад, что... Так, все, я домой. Хочу уже за человека поиграть. За Халка не так прикольно. Он медленный, и... Это как Макс из 30 of Rage. А, это ловушка, окей. Иксмена в этот уровень напоминает вторых. Музяка неплохая, кстати. Я помню, дальше будет хорошая. Я слушал VGM из нее, и... Один из них прикольный. В чем тут вообще задача, как бы... Может, я вот тут могу... Ооооу! Говорю... Позвонить в человеческую форму, чтобы... Типа вызвать. Ну, так даже лучше. Так, С-шка поднимается, С-шка кладет, поэтому нужно... Ага. Воу, окей. Эх... Эх... А как... Может... Верх С... Верх А, Б, С... Э... Тут можно, по-моему, было превращаться именно... А, нет, может я внизу там что-то сделаю, что он превратится в человек. Или... По-моему, он превращается в человеку, когда у него мало здоровья, или типа того. Это как наказание за плохую игру. Я до сюда не доходил даже. Так, это не дверь? Я так играю, как будто я знаю, как что делать, но я на самом деле... Ну, импровизирую. То есть, эээ... Обычно я стараюсь врагов повреждать, а сейчас я так их обхожу, как будто... Специально, но не... Оу... Просто как бы... Эх... Быстрее, чем пытаться их избить. Сильно много здоровья у меня. И они медленные. Блин, дорога заканчивается! Фух... О, вау, дошел. Аааааа! И вот тут я, по-моему, стану человеком. И он не умеет ничего. Да, он только ползает. Реально, это единственная его способность, так сказать. Вау. Он даже бить не умеет. Оу, и все, и с одного удара? Ого. Так это не круто. Так, блин, вот. Как бы, явно же я уклониться от этого не смогу. Это ж... А, нет, можно. Прикольно. Ну, я не думаю, что он умеет плавать. Мне что-то кажется, что там тупик. О, так-то надо уклоняться. И теперь... Так часто стреляют. Прикольно. Ого, они друг на друга падают. А, или... Ого, вау. Я, на самом деле, до сюда не доходил еще. Я, кажется, дошел до того места, где доканчивался уровень. И понял, что я не хочу эту игру покупать. Ну, и сейчас я фактически ее бесплатно получил. Так что, норм. Блин, я сильно много играю. Ну, я как бы первый раз, считай, играю в эту игру. Так что... О, вау, я дошел до куда-то. О, пост, наверное. Ха-ха-ха, блин. Я случайно вспомнил шутку. Короче, мы... Ну, Rayman Legends, знаешь, и Origins. Там, короче, можно играть за нескольких игроков. И когда у одного из них заканчивается здоровье, то... Он в пузырьке превращается и летает просто пузырьком. И вот... Вот я, получается, раньше... Помню, что в этой игре можно было играть за человеческую форму. Потому что человеческая форма — это состояние при смерти. Это фактически вот этот пузырек из Rayman. И я, получается, раньше, ну, в детстве, вот, пузырьком летал, считай, через все уровни. Ну, ну, как бы, да. Просто Досат постоянно троллит меня. Рассказывают, что мне надо научиться хоть во что-то играть. Типа, потому что я не умею играть. Ну, блин. Я больше, чем он во всякое играю. Я играю так, как я играю. Я нормально умею. Как видно. Интересно, он хоть что-то умеет? Напоминает мне... Меня. Меня. Я тоже... Он просто сам умер. Я даже... О. Вот это весь босс. О, у меня там сверху какие-то специальные штуки нарисованы. Справа вверху там такая, как батарейка и еще что-то. Может, это предметы? Может, тут можно использовать предметы? Я нажимаю старт, потому что старт иногда использует предметы. Если вверх цели... А, А, Б, Ц... О, есть! По-моему, он повержен. Да, надо уйти теперь, наверное. О, вау, поверхность. О, ух ты! А, А, это, наверное, машина, чтобы можно было... Вот так. Класс. Она меньше повреждения дала. О, там зато предметы. Просто в воздухе по ногам. А! А, не, оно не повреждает. Нех! А, это та же машина. О, какая-то она немного однообразная, честно говоря. Мне аж не хочется продолжать играть. И мне надо уже в следующие игры проверять. А, о, как раз, спасибо. Я просто добегу до выхода сейчас. Я все равно в пузырьки все время играю. Да, так даже лучше. Такой жалкий, когда он не Халк. Как бы... Почему? О, зато я вот сюда могу добра... А, не, это тоже... Я тут был? Да. А, это типа, да, чтобы я мог. Но оно... Интересно, возможно ли снова Халком сделать? А, ну, Сэшка вверх. А, вверх. Странное такое. Зачем они дали мне возможность быть человеком, если я не могу обратно стать Халком? Пистолет. Вау, вот почему... Оп! Блин! Я ладно дошел до... Оружие наконец-то подобрал. Я мог что-то сделать. И game over. Там, похоже, жизни были. Earth now belongs to the leader. His evil genius has triumphed. The Hulk has failed. The battle is lost. But the war continues. Столько... Ого! Что это? А, это типа, можно хайскор ввести. I don't care. Честное слово. Найс! Блин, у меня Халк есть теперь. Я доволен, вообще-то. Это крутая игра. Следующий картридж, который не подписан. Да, этот с ценником, если что. 25 гривен стоил. Ничего себе. Даже сейчас игры столько не стоят. В смысле, сейчас дороже стоят. Ой. Да, нет. О! Спорник. Так, Battleto 2. Это в каком смысле? Ага, эти. Ага, у меня их, по-моему, два варианта есть. Стой, я за Раша обычно играю. Ну что ж, я за Бимми или за Раша? Бимми и Джимми. Это была шутка. Хе-хе-хе. Окей. Окей, недавно эту игру прошел уже, так что это не считается. В смысле... Ау! По рукам. Не, не прошел, я ее не проходил. Она более сбалансированная, чем первая, но все равно сложная. То есть, там в определенных местах достаточно тяжело баланс держать на вот этих вот всяких веревках, когда она как платформер становится, в общем, на тех уровнях тяжело. Окей, это я, конечно, знаю. Просто мне интересно было, какая это часть, как бы. А, это какой, Бэтмен? Первый. У меня он тоже есть на сборнике. Да. Не самый плохой, но и не самый лучший, скажем так. Мне обычно такой тип игр нравится, такой тип, как в Шинобиде. Ходишь слева-направо и бьешь бесконечно врагов. Но, не знаю, это не такая прикольная. Да. Угу. Окей. И все остальное у меня тоже есть. Окей. Ничего нового, как бы. Прикольно, что Бэтл Тодд есть, но... Не знаю. Мало ценного в этой игре. Теперь Барби. Я надеюсь, что она тут будет... А, она не влазит в оригинальную приставку. Разбираем. Вот этот картриджи, когда ставишь, это фактически как менять материнскую плату. Ну, или любую плату, или видеокарту, или... То есть, оно... Это та же технология. Ну, это... Именно то же самое. То есть... О, а ну. Это не просто сравнение, это так и есть, как бы. Вау, так это может быть а ну. Мэн Трикс. Год дэммит. Боулинг. Это вообще что? Как бы... What? Боулинг. Вообще не знаю ничего про боулинг. А, я нажал. Ага. Да, вообще-то практика. Линда мне сразу нравится. Ну, да, она тоже прикольная. Right-handed, left-handed. Smart, finesse, power. О, power тоже прикольная. Ну, ммм... Finesse, power, smart. Left, right. Ну, ладно, finesse. Эмм, окей. Select ball. А как? А, nine, восемь... Там что ли разница есть? Ну, вот, если цвет сейчас там... Ну, вот такой... Ну, вот этот. Что? Али? Fast, slow, special. Slow. Slow. Это типа, чтобы не быстро. А что быстро? Так, я нажимаю в лево-право... Ага, вот, ага. Ооо, ну как трёхмерное, оно скейлится. Ого. Прикольно. Окей, а я могу потом угол выбирать? Так, ну, допустим, отсюда. Не. Музыка прикольная. Звуки, точнее, вот эти вот инструменты, как в бильярде. Кули. Вау. Так, ашка ничего не делал. Ничего. С. А, это типа... А, это спин. О, это типа, в какую сторону вращать? А ну, подкрутить. Типа, если я отсюда буду... Пусть немного вот так. Да. А, угол тут вот так выбирается. Это не я двигаю, это он сейчас сам. Окей. Ну, я прямо хотел более-менее. Вот так. Ой, не-не-не. Ну ладно. А, теперь power. Блин, там надо было нажать. Я не знал. Оно обычно, ну, сначала до максимума, потом до минимума, и ты можешь выбрать... Окей. Готцер. Окей, еще раз. Спин. Вот так. И теперь... Хо. А, не-не-не-не-не-дайвел. Еще хуже, чем в Тутра. Вау, прикольно вообще-то. Оно так... Да, я, кстати, играл в один раз в боулинг. И мне... Я, ну... Ничего в нем хорошего не нашел. Хо. Максим. Я слишком закручиваю. Вот в чем моя проблема. Надо по центру бить, короче. Оу, ноу. Прикольная презентация, как бы. Мне нравится, что оно такое объемное. Оно именно ощущается, как... Как должно. Так, теперь. Силь. Ну, ну... О! Найс. Почти все. Два-две, да, осталось? Там, небось, какой-то термин для этого есть. О, еще и все. Дальше. А, и оно тут считает. Тут это, получается, типа, мои результаты до сейчас. Я так понял. Так. Сюда. Теперь. Так. Немного глупо, что тут... О-о-о-о-о-о! Найс. Клин свип. Блин, прикольная игра, на самом деле. Гуд вон. О, это, типа, все... А, вот, типа, это три или восемь осталось. Ну, как-то там, да, оно считает. Чуть-чуть сюда, и теперь... Главное, это сильно ударит. Тогда, тогда почти всегда есть вероятность. О-о-о! Да. Мне что-то... Я как в бильярде хочу иногда сбоку зайти, типа, чтобы оно, как остальные, начало раскидывать. Но тут, по-моему, не так. Это тоже так странно. Ну, то есть, я бы сам в такое не догадался играть. Но вот так, поскольку оно ко мне попало случайно, все мимо, в общем. Да, норм, блин. Прикольно. Я, конечно, предпочел бы, что тут Барби было, но это тоже нормально. Я перезапустил, надеясь, что, может, тут какая-то еще игра. Бывает, что на некоторых картриджах несколько игр, и этого никак не понять, пока не перезапустить картридж. У меня на Тетрисе, например, там еще есть Тейлспин, и чуть ли не Шин Лобби там какой-то. Норм, вообще-то, да. Хоть и коробка не соответствует, но... Сейчас еще надо разобрать Soldiers of Fortune все-таки. Не, ладно, пока запущу ту игру, которая последняя осталась. Гуф Труп. Ну, я ее так называть буду. Гуфи Hysterical History Tour. На самом деле... О, это влазит на Hysterical History Tour. Эй, камон. Работай. Так же же хорошо, когда игры работают. Теперь в этот боулинок любопытно продолжить играть, потому что... Как бы, когда новые жанры для себя открываешь, оно прикольнее. Если на PAL. О, вау! PAL запустился. НТС-С не работал даже. Developed for use only with NTS-Семига-драйв. PAL и French Secam System. Так это же French Secam. Если вот так. О! Это, типа, англи... Нет, это, типа, японская PAL. Хотя такого не бывает. Я не знаю, там сложно, но это, типа, язык вниз, то есть не американский. А регион PAL. Ну, главное, что оно работает. О! Это оно хотя бы. Так где громкость? Как-то тише стало даже, чем те. Ну, вау, прикольно. Late one night at the Luovig von Drake History Museum on the eve of a brand new exhibit opening. Вау, это прям как этот. Lockwood Estate. Professor von Drake, а, von Drake, наверное, gives last minute instructions to one of his janitors. Одному из уборщиков инструктаж проводит. А, понятно. А, это этот. This place must be spotless tomorrow. Okay. Я боюсь нажать кнопку, потому что оно может всю катсцену сбросить. And everything must be in its place. Типа завтра, чтобы ни единого пятнышка не было, и все по своим местам. No more daydreaming, Goofy. Хватит, типа, мечтать. Ну, в смысле, хватит витать в облаках. We haven't got time for mistakes in your cleaning. У нас нет времени для ошибок в твоих уборках, в общем. One more blunder and your job is history. Еще один, типа, прокол, и твоя работа станет историей. Get it? That's museum humor there. Класс. Он просто объяснил шутку. But Goofy knows he can do the job. Я пытаюсь его голосом говорить, потому что он выглядит так... Oh, don't worry, professor. Get my lady's invention. Что? Мау. А, да, кстати, это его оружие, вообще-то. I call it the extender hand. Норм, кстати. Ну, достаточно хитрое название для... See? It's got lots of fancy attachments. Attach... Мне не нравится мой акцент, конечно. And can reach... Ah, can reach... Those hard to reach places. I can get my chores done in half the time. Well, I wanna see you try. Или что-то такое скажет. Very interesting. И уйдет сейчас, смотри, он, типа, такой, весь занятой. That extender contraption just might do the trick. А, нет, он слушает, он видит. Типа, может, даже еще и сработает. Может, даже пригодится. If you succeed... Если тебе удастся... I will promote you to head janitorial engineer. Ого. Повышение до... Эээ... Главы инженеров-уборщиков. Гарш! Thanks, professor. Окей. Как я говорил, мне мультики не особо нравятся. Я даже не смотрел, даже не представляю, как он должен звучать. Но я помню, что в этой игре у него голос... Эээ... Ну, он тут фразу какую-то говорит. Кейс-фразу, которая смешно звучит. Вадим Зигмс, ада, джанисер. Но второй уборщик. Ингуфи с арш-райвел. Дэд... Нэстипит. Да. И его главный, как соперник, типа, грязный Апит. Услышал об этом всем. We'll just see about that. Вот мне, блин, в катсценах сеговских и несовских, и вообще вот ретро-игровских, как бы тайминг трудно. То есть там большие слишком паузы между новым текстом и картинками. И хотелось бы иметь возможность сбрасывать только текст. Но если я сейчас нажму... О, нормально. Ладно, если я нажимаю старт, оно всю катсцену сбрасывает. О, не, вот, смотри, что-то. As Goofy prepares to clean the prehistoric exhibit. И мне на самом деле нравится сеттинг. His thoughts begin to wander. Только начал убирать, как мысли в сторону ушли, типа, cars, even dinosaurs. О, вау, там что-то про динозавр. It's like to live back then. О, вау, блин. Тем более, ну, я же говорю, мне сеттинг нравится тем, что напоминает Jurassic World. Про historical days of yore. Он, собственно, будет представлять, как жили динозавры. Ну, в смысле, уровень будет на этом позироваться. Why? I bet I'd look like a speck of dust myself. По сравнению с динозаврами буду, как пылинка, типа. Класс. It's one of those here giant fellas, and... Да, они меня будут видеть. Оу. Это тем более музей. Это прямо как, ну, Lockwood Estate. Он же что же, там диорама с костями динозавров. И тут, по-моему, тоже. Оу. Это, типа, блин, прикольная музыка. Я не знаю, почему, но на Sega оно так прикольно сразу выглядит. Вот я когда на эмуляторе включал, то оно как-то, ну, как и все игры. Но тут вот, как-то вот, вот эти грибы, например, они, наверное, напоминают сразу игр 5 разных. Например, Castle of Illusion, Stormlord, этот, ну, не Jungle Book, а какой-то еще была такая объемная графика, короче. Вау. Ммм, достаточно удобно. А, это Extender Hand, бэшка. Потом. Ага. Амм. Что это интересно? По-моему, он имеет, да, вот так. Я же говорю, я недавно запускал, проверял. А, вот так. Интересно, это... Это я где, как бы? Это он представляет, что? Потому что тут даже динозавров нету просто. Так, а тут интересно прыгать, может... О, вау. Он так странно, только что руку вперед, как... А. А. Это... Что? Так. Он, короче, умел тут делать фразу... А. А. Вот так вот. Когда прыгаешь, по-моему, и бьешь, или... Ха-ха. Прикольный звук такой. Немного... А, еще... А, о, этого... Флинка напоминает, кстати. Достаточно удобно, кстати, управлять. Блин, классно. Я... Иногда, когда понимаю, что я на приставке в это играю, то я прям рад, что у меня больше теперь игр становится с... Ну, как платформеры, в общем. Мой любимый жанр все-таки. И вот, когда во что-то такое захочется поиграть, будет выбор хотя бы. Он вообще собирается... Сдаваться, как бы. О. Может, надо было, чтобы он сбросил шапку и в этот момент на него запрыгнуть? Я такое представляю, что что-то не так делаю. О. Что происходит? Я... А, вот, у меня рука что-то бросает. А, это у меня... Это я когда-то подбираю предметы. Только заметил. А, это было... Ага. Это не для этого. А-а-а... А для чего шарики? А, это... Это... Блин, я что-то думал, что это как вот эти вот предметы... Ну, в которых... Вот, допустим, вот это. Если в нее подпрыгнуть, как Марио, снизу... А, ничего. А если сверху на нее стак... Короче, я не пойму, что из этого платформа, а что... Вот, вот на нее если запрыгнуть вот так, то из нее предметы обычно выпадут. Интересно, зачем шарики? Она должна сейчас исчезнуть тоже. Главное, облако не исчезает, а блоки исчезают. Вот это, по-моему, исчезает. А, вот, вот так, я думал, оно будет себя вести. То есть на него надо прыгать, чтобы оно бросало предмет. Я ищу способ поменять... А, вот, Ашка выбирает предмет. Можно, получается, положить вот, типа, в руку шарики. Да, ух ты. А то я не понял, как иногда получалось, а иногда не получалось. Найс. Я буду надеяться, что... Шарики это currency, ну, валюта, потому что иначе... У меня такое впечатление, что их не надо ловить вообще, собирать, потому что... Они так улетают, как будто их не надо было подбирать. Так, вот тут явно надо вот так. И теперь... О, вау. А, а это облако исчезло, главное. Они как-то не определяли... Определились бы. А, ну, может оно появится? Ммм, нет. Ну, он тоже исчез... О, странно всё. О, облако вернулось. Я... Ой-ой-ой, не-не-не, а... Так, и теперь как? Как делать так, чтобы меня подтянуло? Ага, бэшку отпустить надо. Я не знаю, что это дало. Странная игра, но на сеге играть очень классно, я не знаю. Она мне гораздо больше нравится, чем когда я играл не на сеге. О, это лифт, который... Вниз. Найс. Ха, окей. I can live with that, как говорится. Ммм. А где я тут видел эту францию, которую он говорит? Вот это... Как-то странно так. Так, вот тут всё снова, осторожно. Найс. Ага. Круто, я разобрался прям. О, вот, да. Оу. Что-то она мощная слишком. О, вау, я благодаря ей могу. Ого. Да, для того, чтобы делать охёхл, надо зацепиться вот так, и теперь... Да. Найс. Похоже, лягушку труднее победить. Найс. Так, это что? Оу, 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 окей. А, я могу... Я могу останавливаться. Мне показалось, что это как такое временное, и он сейчас врежется во что-то. Ничего себе. О, это же динозавр. Класс. Я же говорю, у меня Jurassic World сейчас просто, как бы, это моя тема. Это как фильм года, и вообще, как бы, сильно фанат. Я сегодня в 3D его даже там спытался смотреть. О, ну, классно. И тут тоже и музей, и сразу прохисторик таймс. О, оу, 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 оу. А если бы я упал не на неё? Anyway. Всё равно удачно получилось. О, оу, оу, кто это? Ага. Фред Флинстон. Я немного, это... Долго видео, блин, переживаю, что надо было немного... Оу, оу. Окей, я смог. Уровень что-то слишком гигантский. А как... Ага. О, есть вот, это выход. О, да. Фух, я что-то, я уже так... Да. Ну, я редко когда... Ну, мне нравится, когда уровень огромный, но этот казался слишком огромным, как бы. Окей, я выключу видео и начну потом... А то уже полчаса. Ну, окей, немного пройдусь. А вообще, надо уже, как бы, выключать проверку, так называемую. Она у меня всегда затягивается. О. Хочу охёхл сделать. Так. Там. Охёхл. Охёхл просто. Охёхл? Причём он не так говорит, он просто, как бы, дышит громко. Но досад всегда говорит, что он говорит именно охёхл. Это враги? Ааа, что? Я не понимаю, зачем эти птицы. А может, они там потом помогут? Ха. Вот это они в здоровье. Даже, когда без шапки. Найс. Надо, короче, держать вверх. И потом... Оу, воу, воу. Вау, шапка до сих пор летает. Оу, воу, воу, воу. Оу, тут пропасть. Ого, я чё-то... Даже не... Не, ну, не допустил бы, что там может быть проп... Ай, без шапки даже нельзя... Чего, они только отталкивают Так это оно Я как раз собирался Выключать проверку там Не, у меня одна жизнь оставалась Блин, хорошая игра, знаешь ли Я на Sega гораздо По-другому к ней начинаю относиться Это очень хорошо, потому что В принципе, почти всегда такое бывает Что на приставке Игра иначе воспринимается И из-за этого нравится Поэтому до сих пор стоит Картриджи покупать еще Так, вот если что, картридж с Chaos Engine Короче говоря Soldiers of Fortune Только они на русском Думаю запустят Почему, я не знал Не, это было Сейчас мы разбирали, сейчас, темный экран Оу, воу, воу, воу Так, работай, работай Люмос Видишь, увидишь Поэтому надо Не надеяться В смысле А ну, сейчас, может Может Оу Ренегейд Да, это, по-моему, оно Bitmap Brothers Ой, я забыл, кстати А, врата хаоса Вау, прикольно Шедевр Ааа Майбойз, как бы Несколько лет назад Так, я хочу Перенетключиться на ТС Оу, музыка сразу Полетела А, тут, по-моему, нельзя За, ну Одним игроком Нет, не два Ой, блин Нет, нет Если я перезагружу То она не заработает просто Да Потому что я на ТС Переключился Она, похоже, только на пале работает Ааа Я случайно нажал А Чтобы поменять Но оно не сработало Блин Ну, если она так ненадежно себя ведет Она почти запустилась, как бы А что оно иногда Хм Вот Теперь даже не запускается логотип Как будто что-то там отходит Ну, кстати, картридж достаточно чистый такой Просто мало места занимает Как половина картриджа А, я говорю, я забыл даже Вот эти спортивные игры проверять сегодня Я как-то отвлекся на все остальное О Так, буду надеяться О, так, все Сейчас надо побыстрее включать Пошли Не важно Сначала Так, мне, короче, нравится Тут Тот, который По-моему, вот этот А, у них там имена Так, наемник Экс 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 Джентльмен, да, точно Джентльмен Вот я занял Обычная игра А, внизу еще Вон персонажи Ага Ученый Р Я не могу разобрать Что там написано Она размыта Слишком Зэп Мне нравится Ааа, окей Поп старт Я же говорю Она не совсем Как сеговская Ощущается Самое начало Нажмите огонь Огонь Опять же Тут старт не работает Тут Кнопка огонь Потому что на Амиго огонь Это трудно объяснить Но опять же Как говорит киноман Эффект приставки Потому что на эмуляторе Совершенно иначе эта игра воспринималась Я помню мне ее сет Кстати тоже советовал Он еще так вообще Вне контекста Без начала предложения Нездороваясь Поиграй в Chaos Engine Я говорю Я знаю эту игру Я играл чуть-чуть И типа что она нормальная Ну потому что я чуть-чуть поиграл И она меня не впечатлила в свое время Я по-моему вторую даже запускал Сначала там где все такое техногенное А эта немного другая И вот опять же Вот этой игры кстати Нету того чем я все время говорю О том что тут нельзя Зажать кнопку О это ключ Чтобы стрелять в одну сторону А идти в другую сторону Тут нужно вот куда ты идешь Туда и стреляешь То есть я должен Например если я уклоняюсь от пули То я не могу стрелять И это очень неудобно Так Так Я даже не заметил патрона У меня наверное мало было здоровья Музыка кстати офигенная Надо наверное громче сделать Ооооооу Тихо я громче делаю Это важнее Так, а ну, если Б-шку держать Ничего не простого, если З-шку держать Вау А, если, вот, да, вот это Я думал, что тут можно, короче, если С держать, то он Не двигаясь, можно В любую сторону стрелять, это достаточно удобно Ну, блин, С, это не, это, А-шка стреляет А-шка держать нужно, то есть Я должен, как бы, через Ну Зажимая Б Ну, разными пальцами это все делать Это очень неудобно, на самом деле Тут шо, тут шо, один выстрел Всего Или у меня просто, ну, здоровья изначально мало Ха Опять же, блин, на приставке так классно выглядит Я не могу Объяснить, описать, насколько иначе Ну, во-первых, ярче, чем должно быть Ну, как Цвета немного как выцвевшие Или это просто настройки, да, там надо будет настройки А, это чекпоинт А, тут надо держать А и С, и тогда можно выбирать угол Пули такие медленные Ну, это, это в начале, естественно А, если держишь А, то он все равно стреляет Не двигаясь О, так это удобно То есть можно, допустим, вот так вот отбежать А если С А, не, он всегда так стреляет Так, С, похоже, вообще ничего не делает Че, точно, С вообще ничего не делает Так, а зачем вот эти У меня сюда Прикольные звуки, как бы Ну, я же говорю, она очень не сеговская О, и Гадз, кстати, напоминает Это, по-моему, те же Бит Мэп Брозерс О, тут сложно Тут, короче, будут Из воды выпрыгивать такие жабы Короче, в них трудно попадать Ну, кстати, неплохой компромисс Что, если не двигаешься То можешь выбирать угол стрельбы Я бы предпочел, конечно, иметь возможность Перемещаться и выбирать угол стрельбы С помощью какой-нибудь кнопки Ну, не А, еще мне не нравится Мне кажется, что тут, как бы, слишком Гигантские спрайты И из-за этого, как бы, мало Ну, помещается на экране То есть, недалеко видно все Как слишком крупно Мне так не нравится Я предпочитаю, когда спрайты маленькие И, как бы, камера отзумлена, короче А тут, как, слишком близко Даже в Кэнон Фоддере и то лучше Ну, там мелко все И там классно Вот в Кэнон Фоддере, да Предпочтительнее, чем тут О, вот это классно Как в Бианн 2 Азисе лестницы Вау, вау, вау Что за спешл пауэр? Аааа Что, прям, прям гейм овер? Так это так мало Вау Она такая экшеновая В смысле, я думал, что тут Да тут, там, возможность продолжить Континью, как бы Она такая, ну, точнее, как аркадная даже Что там в опциях? А ну О, можно слушать музыку Они тупо все одинаковые Ха-ха-ха О, вот, поменял их Две песни на всю игру О, норма вообще-то У меня на сложном было А ну, может, на нормальном будет нормально Играть Странно, что тут вообще-то, ну Обязательно с двумя игроками Может, поиграть за кого-то еще А ну Десантник Или решите Вот этот прикольный Как в Скрябине В Храбаке был такой И ученого возьму Вот тот, который, по-моему Ну, короче, в клипах Вот Он там в таких очках ходил О, прикольный О, у него другая Я просто всегда играл за джентльмена И Похоже, оружие отличается Блин, а что я буду делать Когда у них будут быстрые патроны И я не смогу от них уклоняться Это будет сложнее Кто? Дрон, щилд О, у них патроны еще и недалеко летят Кстати, я сейчас понял Что она мне напоминает игру Вот эту вот Валкири Но Дэнцетсу Legend of Valkyrie Ну, короче, аркадная игра И на TurboGrafx Была тоже Там Такая Валкирия, в общем, ходит И она Точно так же стреляет И я заметил, что она тоже не умеет Вращаться То есть она прыгать умеет Но и все, как бы И там просто похоже Первый уровень тоже Такой, в растительном этом И даже потом Озеро Да, реально напоминает эту игру Классно было Если бы на Сегу тоже ее портировали Потому что На TurboGrafx же она работает Значит она О, нычка Да, очень такая аркадная игра Мне что-то всегда казалось Что поскольку она такая Ну С видом сверху То она будет как Beyond Oasis Или ну такая более Типа на прохождение Серьезная что ли А это такая Вот не знаю Она как Как бы это описать Ну как экшен Здоровье еще есть Тем не менее О, недалеко Тут именно такое Как бы навыки важны О, все Блин, прикольно Я не знаю Несмотря на все Как бы претензии мои К ней На приставке В нее играть Очень круто И хоть работает Классно У меня есть Главное Уже картридж с ней Который не работает С нормальной коробкой Это хоть и на русском Но оно Как бы тут не важно В принципе язык Хотя бы работает Знаешь Надо просто Переложить ее В коробку Более классной Музыка, блин Такая агрессивная Она как такая Она как не пытается Быть реалистичной Как бы То есть Вот например Я нашел ключ Который включил мост Как бы что Или вот эти вот Жабы там Или мутанты Ну то есть Она чисто такая Как игра Как бы Оно Fun О, я понял Что я на нормале Играю Поэтому Враги легче Убиваются И поэтому Более manageable Все стало Блин, норм Вообще-то Как засада Может быть Блин Здоровья Не хватает Так Ученый Помогай Ага Спаунеры О, я помню Я до сюда Именно доходил И тут я по-моему Умирал И все Поэтому Надо хоть Немного дальше Дойти Там Чекпоинт Был Так Ну Я надеюсь Враги не восстановятся О, не Блин Норм Игра Вообще-то До чекпоинта До чекпоинта Он уже Рядом Ес Там было закрыто Поэтому Иду сюда Но вообще Я думал Что это не основной путь Это я думал Возвращение Так долго Вращается Именно О, норм У меня Вообще Стар Аааа Так А где у меня Колесо жизни Я не могу понять Вот это По центру Три А, это похоже Моя миссия Это то, что Мне надо разбивать Антенны Теперь Этим Она мне Чем напомнила The Last World Jurassic Park 2 Ес Ещё А, да Ещё А, я даже Не смотрел на врага Я смотрел вниз Блин Всё Классная игра Да Я буду Играть Теперь Там Сам Это ж проверка Якобы У меня она Всегда превращается В летсплей Надо просто Ещё одну проверить Это сборник Спортивный Я вряд ли Все буду игры На нём запускать Но Хотя бы Бильярд Посмотреть хочу Должен сейчас Список открыться Вообще-то Странно Тут Сборники Вообще Себя по-другому Ведут На настоящей приставке Я кажется Что и тут Что-то другое Так прикольно На самом деле Иногда Когда Вообще Ну Не соответствует Коробка Когда Ну То есть Бывает Вот Халк Например О Есть Такие есть Так Это супер Волейбол Он у меня уже есть Так Это же он О нет Это немного Другое Как будто Я не знаю Он По-моему У меня Немного Другой Я сейчас Не помню А не Это оно Там Я же говорю Он тупо Как Понг Так Давай А не докинул Надо было Другим Другим углом Ну они Хотя бы Докинут Окей Он у меня есть Я этот уже играл Потом Хоккей Мне интересно Это тот Который Тихо Тихо Да 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 Они в этот играли Окей Это НБ Джем Мне прям Мне любопытно Ааа Нет Лейкерс Версус Хельтикс Плей Оффс Ааа Окей Ааа Здесь не надо Сейчас ничего выбирать Просто старт О Ой Окей Оно таковым должно быть А это я делаю О окей А да Вот так Ага Вау Эээ Что это Б Б Б Окей Все я наигрался Так Бокс Я тоже не буду А что за спитбол На самом деле Я пришел сюда Ради Снукера Так что Сейчас смотри Короче Надписи такие будут Разноцветные Оо Virgin Это же те кто Назар Вошл Портировали И Корпорейшн Киберκоп Тоже Я их Уважение за это А еще Лайон Ким Мне не сделали Воу Это 3D Как бы Там Как 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 они это делают Вау Это Другой Я, по-моему, это когда-то... Вау. Снукер геймс. Play against компьютер. Да. Надо будет Паве показать. Он тоже бильярд же любит. Так, нейм. Да, энтер нейм вообще там. P-R-T-T. Thank you. Start. Так, я против Дика буду, естественно, играть. Все играют против Дика. Оу, воу. Я вспомнил, да, она, короче... Оу, это Дик сейчас ходит. Хотя бы пока... Да, это, блин, неудобно вообще-то. Тут камера постоянно крутится, и он тормозит при этом. Да, это, короче, наименее прикольный бильярд. Есть не снукер, а просто чемпионщип пул, по-моему, он называется. А, это уже мой ход. Окей. Так. Ааа. А, оу, можно вращать камеру. А, если Б. О, это зум, 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 зум-инт, зум-аут. Ого. А-шка, короче, вращает. Б-шка, короче... В-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Всякое. Я хочу немного угол изменить, но, по-моему, нельзя. А, цешка. А, цешка ничего не делает. Так, старт. Ага, вот, теперь можно выбрать. Трик... Эээ... Тейк-шат. Спин. А, да. А, это, типа, угол. Теперь чалк-кью. Натереть можно. Сет пауэр. А ну. Ну, где-то вот так. Ого, тут прям... Так, ага. Так. Тейк-шат. Как угол выбирать? А, это, типа, да. В какую сторону мяча бить? Не-не-не. Я не это имел ввиду. Ага, да. Не, я обычно с накатом вот так бью. И вот так. Вью-лайн. Да, вообще, это вью-лайн. Ага. Вью-бол. Это, типа, который надо... Так, цешка. Кейн-контрол. А, цешка сбрасывает просто... Как вернуться к полю? Старт. Ага. Э-э... Так, Б. А. А как повернуть? Ага, вот. Ашку когда держишь. Да, надо не за сам мяч. А, типа, в сторону. О, окей, окей. Это более-менее менеджабл. И теперь, да. Ох ты, прикольно. Достаточно удобно. Вау. Оно как бы трехмято. Так, а по каким мне надо бить? Пока, по-моему, не определились. Окей, я пока рандомно ударю. А тут есть, как бы, типа, общий... План, чтоб сверху. О, План Вью. О, да. Блин. Как только я сказал. Так, Ашка. А, нет. О, это типа, чтоб... Чтоб, типа, вид сверху. То есть, ну да, я не могу тут вращать сам шар. Это чисто для... Ну, чтоб посмотреть. Прикольно. Так, а как... Оно все время падает, но я не могу теперь поднять угол. Если... Ээээ... Цэ. А, это выбрать мяч можно. Ага. Когда выбираешь цэ, то ты типа назначаешь... Я не знаю. Так, старт. Эээ... План Вью. Окей. Теперь... Эээ... Вью... Энгл. Что? Окей. Скрин тайп. Оуф. О, вау. Ага. Чтоб можно, чтоб сбоку был. Все равно неудобно. What the hell? Эээ... Зум in, зум out. А, можно вот прям так это все делать. Q left, Q right. А, да. Энгл. Сюда. О, можно выше-ниже все-таки. Отсюда. Ага. Так сложно. Так. Take shot. Нет, вообще-то не take shot. Да, take, но не take. Я хочу еще повернуть немного вот сюда. И... Take shot. B... C. B... Как тут бить? Так, вот я зажимаю. B, A. C, B, B. Start. Эээ... Break. Dig. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. View line. Game controls. What the hell is going on? Top spin information. Вау, thanks. Надо было держать. Ээээ... Ээээ... Start. Теперь... A. Теперь... О, вот. Нет. И теперь... Вот я когда нажимаю A, он... А если B? Ага. А, это типа, чтобы обратно посмотреть. А если... C. Ну... А, это типа, перспективу выбрать. C-шку. Типа, камера теперь привязана к вот этому. Ага. А как тут бить, тем не менее? Линию показывай. Окей. И теперь... Start. И теперь... A, чтобы угол выбрать. И теперь... Так. И теперь... A вверх, A вниз. B вверх, B вниз. X, Y, Z. Мода. C. C вверх. Нет. О, вот. Нет. Тупо даже кнопок нет. О, вот. Нет. Топ спин... Это... Вот, наверное. О, наконец-то! Нашел! Как тут бить? Хдыщ! Вау. Это по-сильнее бить, явно. Continue with chat. Make play again. Он continue, наверное. А ну. Как он ударит? Он сильно ударит? А чего оно так не сильно? Ааа! Потому что, блин! Тут... Тут... Ну, как бы, чем выше, тем меньше. Я слабо ударил. Потому что, типа, это замах. То есть, надо оттянуть дальше. Q. Все правильно. Я все правильно сделал. Так, можно мне теперь... А, это Start. Окей. Return. Это он ходит, да? Ага, он думает. Окей. Now, there is a dick move, bro. I'm sorry. А почему он по восьмерке ударил? Нельзя вообще-то сразу. А в снукере, может, другие правила? Окей. Так. О, мой ход. Так. B. Нет. C. Где шар? B. C. B. B. О. И теперь... Start. Выбрать линию. Окей. Теперь Start. Теперь вращать. Вот так. И... Самое главное. Так. Set. Оно мерцает сейчас. Мне это больно смотреть. Так. На максимум, короче. И... Start. Ам... Объем. Start. Удар. Хдыщ. Оу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Я даже не вижу, кого там куда закатило. Блин, а что камера... Камера собирается вообще? Plan view сделай мне. Start. Эээ... А что у него вращается камера? А у меня не вращается. А, и всё. О, я могу дальше бить. Я, похоже, забил. А, нет. Похоже, игра зависла вообще. Сильно сложно. Похоже, реально, всё. Да уж. Как бы, знаешь, они Сегу перенапрягли с этой игрой. Но, тем не менее, я знаю, что неплохо. Она так... Вау. Я хочу дальше играть. Я хотя бы знаю теперь, как бить, так что всё. Я теперь про-снукер-плеер-ординар. Алистер Бримбл и Майк Пауэлл. Это два классных композитора. Чик-шат-демо-гейм. А что за демо-гейм? Show demonstration to expert computer. А, не-не, не надо. Start play against computer. Джимми. Ну, держись. Do you want to know how to follow balls around table? Or how to aim use computer to aim up any shot for you? А, типа компьютером можно по... If so, check out all the help menu in game controls. Окей. Вау. Я, кажется, знаю как. Типа, если вот так вот нажать, и теперь выбрать этот шар, и теперь нажать старт и ударить, то он автоматически по нему ударит теперь. А, нет. Он просто ударит со средней скоростью прямо перед собой, потому что я не знаю, как это правильно делать. Окей. О, он мне дал возможность ещё раз ударить. Пожалел. А, зря. Окей. Так. Э, П. Теперь. А. Угол. Кстати, прикольно, без линий, без пунктирок это так непривычно, но... По-своему, ну, интересно, потому что... Обычно... Так, а ну, я хочу поднять перспективу. О, да, вот так, классно. Надо же разбить всё-таки, так. И, ээээ, set power тоже где-то побольше. Но не на максимум. Ну, так. И сейчас, эээ, plan view. И... Take a shot. Хрш. Ой. А чё это он... Опять угол изменил мне. Ну, как так можно? Окей. Эээ, take a shot. О. Только, ну, вот я не вижу ничего. Я бы хотел отзумиться как-то и... Я даже не уверен, попало ли что-то. О, я изменил случайно вид. А, или он изменил вид. Ох уж это Джимми. О, он уже забил что-то. Или это не он? Я так ничего не понимаю. Но оно интересно. И мне нравится, что... Эээ, virgen компания. Они, короче... Эээ, вот... Три игры, которые я с ними ассоциирую. Это Another World и CyberCop Corporation. И вот эта игра. Они все векторные, короче. И вот эта игра, как бы, очень похожа стилем на CyberCop, например. И это так странно, в общем. Так, это мой ход? Nope. Я не уверен. А, нет, это он думает. Вон там чашек, да. Блин, прикольная игра, что-то. Кей помыл. Ого, не сильно так. Ты что, такой, знаешь, со стилем. О, еще и закрутил там чуть-чуть. Так, сейчас мой ход. Эээ, окей. Эээ, допустим. Ой. А, можно выбирать мяч. Ага, вот. Теперь угол. Вот так. И... Все, можно бить. Я долго не думаю, как бы. Классный звук. Честно говоря, не уверен, какие тут правила. Но мне не нравится, что во время выстрела камера стоит на месте и не видно, что на столе происходит. То есть, для того, чтобы ударить, нужно прицелиться. Но, чтобы прицелиться, нужно призумиться максимум. О, вот. За ним камера следует, главное. Может, тут можно выбрать, чтобы камера следовала. Вот он, когда бьет, то оно прям красиво получается. А когда игрок бьет... Я бы, честно говоря, предпочел, чтобы тут просто вид сверху все время был. Потому что вот эти навороты, как бы... Такой, знаешь, присматривается такой. Ого, ого, кстати, прикольно. О, оу. Так черный же нельзя закатывать, или это не черный? Блин, классная игра. Хе. Непонятная, но интригующая, как бы. А, так, надо... Начистить. Так, и теперь... Так, и... PlanView. А это какой? ScreenType. Ага. А, ну, GameControl. А, это в смысле options. Test GameControls. Типа, чтобы проверить, что работает. Я думал, тут что-то другое будет. Demo trick. Help, наверное. Так, ну ладно, это все очень интересно, конечно, я потом разберусь. Ну, я... Не, не, реально, мне хочется разбираться, просто не хочется видео это как бы тратить. Так, я из этих не играл в ProMove Soccer. И не думал, что когда-нибудь захочу играть. Это, по-моему, вообще-то гонка вот так вот. Музыка как в дабл-клатче. Нет, это, тем не менее, футбол. Ого, ого, ого. Графика как бы. Ты шо, типа вид от мяча. Как такое трехмерное оно может быть? Это же Sega. Окей. Я что-то даже нажал, я даже не видел еще. Нормально. Мне хочется увидеть, какое оно как бы. О, вау. А, окей, это из более поздних такая... А, нет. Рано радовался. Да, это с видом сверху вот это глупое. Ну, хотя бы тут публика есть. О, кстати, достаточно прикольно. Достаточно удобно. И тут подкаты можно делать. Это, да, это на уровне у того вот, который как Atari, короче. Ну, который классный, короче. Да, понятно. Потом. Это был Super Kick-Off? Или это был ProMoveSoccer? Да, это был второй. О, US Gold. Молодцы они. Я даже не знаю, что это значит. Погнали. Даже не увидел, что я нажал B. Да, погнали. Я хочу увидеть геймплей. Хвост-таки. О, радар. Окей. О, и тоже вид сверху. Окей. Такая быстрая. А, нет. А, я когда A нажимаю, то, короче, оно ускоряется? Или она просто такая же быстрая и есть? А как... Это что-то... Вау. Как-то сильно быстро. Окей. Так. Ну, в общем, вот такие вот тут футбольные игры. Еще спитбол какой-то непонятный. Я надеюсь, это что-то странное, что-то не... Ну, и что-то интересное. Как там, не знаю, например, регби с мутантами там. Брутал, делюкс. О, по-моему, это пинбол вообще. А, нет. Это 1x футбол. Наверное. О, 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 с роботами. Это все-таки... Да, это все-таки какой-то странный. Я даже не знаю, что происходит. Да. Так. Поу, поу, эксит, старт, фикс, сити, нв, эск, эск. Господа, что происходит? Г. Ц. Бай. А, ага, это магазин. Ол. Я купил все, вроде как. Старт. И. Т. What the hell is going on? О, 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 пошло. О. Да, это все-таки какие-то роботы, играющие в футбол. Я вспомнил, я у этого, у Билли из Game Chasers видел. Это у него в топ-10 игр на Сегу, по-моему, эта игра была. Эм, потому что, типа, необычная, как для спорта, в норму, вообще-то. По-моему, проиграл. Окей, а теперь что? Почему я только за одного персонажа могу играть? Окей. Тоже наигрался, по-моему, все проверил. Так, эти проверял, это проверял, бокс не проверял, да. Ну, как бы для полноты уже как-то хочется, чтобы... А, да, это Real Deal боксинг-то. Прикольный, кстати. Ну, в смысле... Мне нравится, что у него хотя бы есть, там... Окей. Я все равно не хочу у него играть. Я буду в шнукер продолжать играть за кадром, как бы. А так, вроде как, все проверил, я не помню. Гуфи проверил, Солджер проверил. Вместо Барби оказался Боулинг, тоже прикольный. Халк в одной из картриджей и в другой... А, кстати, в другой запустился или нет? По-моему, один из них не работал. Я уже забыл, что в одной из коробок было. Халк и... А, четыре в одном. Там сборник, на котором есть все, что у меня есть. Бэтмен и Дэбл Дрэгон. Да, это, короче, не особо полезно. Ну вот, в итоге, значит, вот у такого сегодня апдейт картриджный. Я же говорю, фактически бесплатно получилась куча крутых игр. Ну, кстати, классные. Вот, интересно Боулинг исследовать, Снукер вот этот. И Гуфи классный, кстати. И Солджерс оф Форчн работает. И Снукер прикольный исследует. А, что я еще хотел сказать? А, и Халк, Халк, вот, самое главное. У нас есть Халк, теперь у нас есть Халк. В отличие! Продолжение следует...